Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами посетил латвийские замки и поместья. Это акция, которая проходит уже в юбиле. Десятый год. Если остались какие-то поместья и замки, которые вы еще не посетили, а они остались, я могу это утверждать, потому что ежегодно что-то восстанавливается новое. Имеет смысл податься в путь. Ну и, собственно, сделать это, каким образом это можно сделать. И что сейчас предлагается для такого рода путешественников, любителей, заглянуть в чей-то замок, нам сегодня расскажет исполнительный директор Ассоциации замков и поместья Латвии, руководитель проекта «Метрика усадеб Латвии» Арманд Мужникс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро всем. Заглянем в замок через замок. Извините, вот дурацкую поисказку такую. Да. Знаете? Арманд, да, да. Шутки шутками, да, но действительно интересная тема, да. И действительно в этом году, ну, уже десятый раз проходит эта акция. Было время, когда она не проходила из-за разных причин, да. И, конечно, людям нравится путешествовать, людям нравится история, людям нравится культурное наследие. И, знаете, если кто-то говорит, мы не посетили, хотим посетить, я думаю, что в Латвии на данный момент есть около тысячи-тысячи усадеб или какие-то рассказы, связанные с усадьбами, замками, дворцами, которые можно смотреть и смотреть. Но как раз вот, если говорить, возвращаясь к этой акции, посетим замки-усадьбы Латвии, которую организует Ассоциация замков и усадеб Латвии при поддержке Государственного агентства по развитию инвестициям Латвии, тогда мы как раз, участники, кстати, в этом году 60 замков и усадеб, но мы как раз в этом году, может быть, даже не призываем путешествовать тем больше, тем лучше. Отличая от других акций, в этом году мы призываем как раз узнать побольше. Какие-то детали, нюансы, люди разные, у каждой усадьбы своя история. Разные люди там жили, у них тоже разные вкусы были, да. И как раз вот в этом году, например, и там же развиваются новые технологии, да. И, например, есть разные задачи. Вот участники у нас 60 в этом году, и в каждой усадьбе есть какая-то задача. Ну, например, да, где-то просто надо купить билет, пройти с китом, да, и ответить на какие-то вопросы. Ну, есть такие замки, например, где с QR-кодом надо прочитать код и потом найти спрятавшегося где-то в углу рыцаря. А визуализация такая современная. Вот как-то так. Тем, которые хотят участвовать, надо зайти на нашу домашнюю страницу ассоциации www.pillis.lv, скачать анкету или контрольную карту путешественника, хотя ее можно получить и у любого из участников нашей акции, да. И, значит, надо собрать 30, как минимум посетить 30 объектов, 30 участников, и тогда вы участвуете, будете участвовать в лотерее и также в балу, который будет проходить в октябре этого года. Но это обязательно сделать за вот этот год? Или можно, например, собрать их за один, два года, три года? Так балу в октябре этого года? Да, спасибо за вопрос. Значит, акции с 1 мая до 30 сентября. То есть во время этого времени надо это собрать, потом прислать копии этих контрольных листов к нам в ассоциацию, и тогда они уже идут в программе, да, обработка, призы, бал и так далее. Вы сказали про вот различные интерактивные игры и так далее и тому подобное. В принципе, вот эта дополненная реальность, она насколько доступна с точки зрения финансов владельцам этих поместьй и замков, чтобы делать все более интересным и привлекательным объект? Мир очень быстро развивается, как мы знаем, да, и также новые технологии, и только таким образом мы можем привлечь новых посетителей или заинтересовать старых, вернуться в эти места, да. Конечно, деньги играют роль, ну, очень, ну, как мы знаем, довольно много европейских денег привлекается тоже для поддержки развития культурного наследия. Хотелось, может быть, больше, конечно, да, но все равно, как бы там не было, средства доступны. Также и, конечно, частные хозяева своих усадеб тоже, ну, заинтересованы, чтобы больше ехали посетители и так далее. Так что я думаю, что будет интересно, да, это не просто уже классическая экскурсия с видом, там, смотри направо, смотри налево, а как раз вот через какие-то мероприятия, где посетитель будет завлечен каким-то образом, да. У меня сразу вопрос, вот если вдруг у людей нет личного транспорта, каким образом им добираться, есть ли какие-то, может быть, ну, маршруты, организованные экскурсии? Знаете, спасибо тоже за вопрос, очень практичный, очень важный вопрос. Конечно, есть объекты, до которых можно добраться на общественном транспорте, да, как бы там ни было. Я даже советую опять, может быть, вот те, которые активны в социальных каких-то платформах, создавать свои группы, да, для посещения, да, скинулись, поехали вместе, да, или почему ехать один-два человека на своей машине, если мы можем договориться и взять попутчиков, да, с такими же интересами, как и у вас, и совместно посетить эти места. Я думаю, что лето длинное, как бы там ни было время лететь, но лето длинное, и можно как раз вот взять и сторону Видземе, или сторону Латгалии, или сторону Земгала, или сторону Курляндии, сделать такие вылазки, да, и уже, ну, посмотреть по карте. Кстати, на нашей домашней странице есть и такая, ну, совместная с Google Maps сделанная платформа, где как раз все наши 60 участников этой акции отмечены, да, и по Google Maps уже можно оптимизировать свои какие-то действия. Скажите, пожалуйста, а COVID как повлиял на развитие внутреннего туризма, ну, в том числе на посещаемость замков, усадеб? Стали ли они больше интереснее? Спасибо за вопрос, конечно, да. Тема не веселая, но мы живем там, где мы живем, да, и, конечно, COVID повлиял очень много на международный входящий туризм, да. Да, для тех, которые были активны, узнаваемы здесь на месте, в какой-то момент для местного туризма это, ну, была возможность все-таки работать, сдержаться, да. Ну, сейчас пришло такое время, что все-таки каждый опять вот должен, думать, создаватель туристического продукта, да, как заинтересовать, как себя позиционировать, как сотрудничать, как с коллегами разговаривать, да, потому что COVID очень повлиял на... Очень многие ушли из рынка, да, гиды, турагентства, гостиницы до сих пор не открылись, гостевые дома, да, то есть очень сложное, трудное время. Но как бы там ни было, те, которые душой, сердцем и мозгами, я бы хотел сказать, отметить в туризме, да, в отрасли туризма, и гостеприимство, это время, когда нам надо все-таки думать о том, как мы, что мы будем делать дальше, как создавать свои продукты, как их улучшать. Вопрос качества всегда был и будет важным. Ну вот по поводу, как их улучшать, насколько, действительно, сейчас вот вы упомянули несколько примеров того, как, насколько разнообразными становятся экскурсии, чтобы они не были, ну, действительно, как вы сказали, посмотрите направо, посмотрите налево, ну, вот кажется, что, ну, один замок посетил, второй посетил, ну, что там дальше, вот, ну, как бы все замки примерно одинаковые, кажется, ну, там, по своей структуре. Знаете, чем детальнее мы будем рассматривать эти продукты, объекты и так далее, тем, тем лучше, потому что, ну, например, в одном, например, какое-то время находился Шереметьев, да, например, проходил и остался, в другом там его не было, да, на другом искусственный борщ, например, да, сделанный по рецепту, там, 16 века, например, да, то есть важно найти то особое, особое, ну, какой-то продукт, да, или тему, да, которая присутствует в этом объекте. Например, сейчас я нахожусь Карлем у Ижа по Цейсис, да, усадьба такая, да, и опять, вот если говорить Карлем у Ижа, может быть, у каждого будет своя ассоциация, но они себя позиционируют, и, мне кажется, это очень в тему, с яблоком ассоциации, потому что, оказывается, в конце этой второй половины 19 века, когда, оказывается, вот здесь Карлем у Ижа была в Российской империи, один из фамологических садов или яблочных садов, да, где выращивались разные сорта яблок, и сейчас это яблоко присутствует и в десерте, и в праздник сбора яблок, и сейчас будет цвести яблони, и это опять будет повод сюда приехать, посмотреть на цветущие яблони, и вот на эту самую прекрасную, восстановленную, это, правда, не господский дом, это как раз Эрбердис, это дом прислуг, но он приведет в порядке, очень красивая, стильная гостиница и ресторан. Интересный факт, а про приведение в порядок, здесь же недавно сравнительно открылся после реставрации Цесвенский замок, наконец-то, да? Да, да, они молодцы, конечно, там тоже своя тема, и, если честно, тоже, они тоже участвуют в нашей акции, да, посетим замки и усадьбы Латвии, и вот фрески, которые вот в помещениях, да, этого охотничьего замка, да, они действительно, ну, но не может, никто не остается, ну, Ну, удивляет, 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 да, там изображение птиц, например, я вообще считаю, что опять было бы интересно, вот, если вы туда поедете, не просто смотреть там росписи на потолке, на стенах, а как раз, вот, например, тема птиц. Там сова, там полетел, там конюх, там, например, ястреб, да, то есть прямо ты можешь по этим рисункам опознать птицы, узнавать птичий мир. А еще я вот посмотрел, очень много происходит всевозможных специальных мероприятий, ну, в определенной дате, вот, в частности, в День матери, вот, в Малпилском поместье проходила какая-то интересная игра с ориентированием по фотографиям, очередается, вот, 21 мая, вот, в Угун-Мурже будет концертная программа с участием Айвара Херманиса и Вячеслава Митрохина, то есть, каждый, в общем, готовит еще какие-то специальные мероприятия, которые можно, ну, отдельно посетить. Да, точно, да, потому что, знаете, как, по предыдущим годам, ну, если мы говорим о позитиве, да, но то, что я хочу, если, ну, я надеюсь, нас слушают потенциальные путешественники, да, то есть, все-таки, некоторые усадьбы, это частная собственность, это у каких-то людей, хозяев, это частная жизнь, да, и все-таки надо как-то уважать их личное пространство и время, да, потому, вот, как в предыдущих годах, там, кто-то по ночам кому-то там звонил, поставьте нам штампик и так далее, мы от этого хотим избавиться, чтобы не было такого. Все-таки надо заранее зайти на нашу домашнюю страницу или позвонить, или в социальных сетях посмотреть те усадьбы, на которых вы хотите поехать, которые вы хотите поехать, и уточнить, что там происходит, да, и что для этого необходимо, да, ну, чтобы было красиво и никто не в обиде, да, чтобы, ну, мы понимаем, что все-таки все мы люди и тоже имеем право на отдых. Ну да, чтобы не было такого, явился как к себе домой, не к себе домой, на самом деле. Арман, скажите, пожалуйста, на этой неделе Ночь музеев будет в стране, она в этом году не объединена никакой общей тематикой, замки, усадьбы тоже наверняка участвуют, Цесвынский замок 100%, что еще может быть интересное подкинете прямо уже вот на ближайший уикенд? Вы знаете, да, спасибо за эту тему тоже, да, Ночь музеев, она очень, ну, такая, ну, тоже уже долгоиграющая и важная, как показывает опыт, да, потому что это время многие используют для того, чтобы посетить музеи, и, конечно, в многих замках, усадьбах есть музеи, да, и, конечно, наши члены не все, ну, участвуют, да, то есть, ну, опять, что где происходит, да, куда идти, что мне больше, какая тема мне ближе, да, все-таки надо следить за информацией на сайтах, да, и, ну, информационном пространстве, да, ну, многие будут открыты, многие открыты, я не говорю, что все, но будут открыты. Согласен, за информацией надо следить, как минимум на двух источниках, это PILS.LV и MIXNEWS.LV. Абсолютно согласен. Ну, и, кстати, еще latvia.travel, там тоже можно на этом сайте, еще третий я добавлю сюда ресурс, здесь, по-моему, можно найти карту вот как раз-таки с отмеченными всеми местами, куда можно отправиться. Так что советуем обратить внимание, поскольку действительно происходит мероприятие, вот я тут просто, ну, заглядываю, изучаю, смотрю, что в Караславском замке будет доступна коллекция фарфоровых кукол, значит, грибула, а еще много всяких интересных и концертов, игр, мероприятий, так что следите, следите вот за всеми этими событиями и, конечно, отмечайте, я понимаю, надо ставить в штампики, надо готовиться. Ехать на грандиозный бал в Елговском замке, который в октябре будет, да, еще раз акция, значит, с 1 мая по 30 сентября, называется она, посетила тыйские замки и поместья, юбилейная, десятая, около 60 объектов в ней участвуют, информация вся доступна в интернете, и все достаточно любопытно. Говорим огромное спасибо. Да, мы благодарим Армандса Мужникса, исполнительного директора Ассоциации замков и поместья Латвии, огромное спасибо, удачи и хорошего солнечного весеннего дня, пока. Всего доброго. Вам тоже и всем остальным тоже, спасибо. Спасибо, говорим, заканчивается утро на Болткоме, а мы продолжим наш эфир программой «Добро пожаловаться», так что, если у вас есть вопросы по коммунальным всевозможным службам, вы можете, ну, во-первых, дозваниваться к нам в студию буквально через несколько минут после новостного блока в 6, 7, 212, 93, 9, или писать, задавать ваши вопросы по WhatsApp, 2, 3, 0, 6, 1, 9, 1, на ваши вопросы ответят наши уважаемые эксперты Сергей Сидорко и Айвар Гонтарев, так что начнем буквально через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова